От пациентки. Суфибрилитет около года. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 32 лет. Дата исследования. 22 мая 2021 года. Область исследования. Органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Легкие расправлены, пневмотизация легочной ткани сохранена. В легких свежие очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразование в нем не визуализируется. Внутри грудные лимфатические узлы не увеличены обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Область исследования. Брюшная полость, забрюшинное пространство. Желудок обычных размеров, правильно расположен. Печень Крэпт – 139 мм, Крэлт – 54 мм. Контуры печени четкие и ровные, нативная плотность – плюс 50 плюс 60 хаунсфилда. Желчные протоки не расширены. Желчный пузырь обычных размеров правильной формы. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Селезенка не увеличена, с четкими ровными контурами, без ржа контрастных очагов. Поджелудочная железа размером 16-17-34 мм, с четкими контурами. Паренхима диффузна неоднородна. Плотность ее плюс 36, плюс 54 хаунсфилда. Вирсунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка по задней поверхности несколько отечна. Плотность ее минус 36, 44 хаунсфилда. Надпочечники не увеличены обычной структуры. Почки не увеличены. Паренхима однородна. Чашечно-лоханочная система не расширена. Сосудистые ножки почек, паранифральная клетчатка структурны. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно. Мочеточники в зоне сканирования не расширены, патологические включения в них не выявлены. Визуализируются многочисленные мезентериальные лимофузлы размером до 6 на 7 мм, единичные до 14 на 8 мм. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Заключение. КТ-картина диффузных изменений ткани поджелудочной железы, увеличение ее хвоста, минимально выраженный отек парапанкреатической клетчатки, мезентериальной лимфоидинопатии. Рекомендована консультация гастроэнтеролога. 22 мая 2021 года доцент кафедры Кайман. Котов Эма. Комментарий врача-рентгенолога. С органами грудной клетки у вас все в порядке, данных за наличие кист, опухолей, пневмонии не получено. В брюшной полости есть признаки воспаления поджелудочной железы, она неоднородна по своей структуре, хвост ее увеличен, прилежащая жировая клетчатка отечна, увеличены лимфоузлы в брюшной полости. Вам будет иметь смысл проконсультироваться с гастроэнтерологом. Вопрос пациентки. Насчет поджелудочной, это похоже на нечто онкологическое. Ответ КМН. Котова Эма. Скорее на хронический панкреатит. Но я бы рекомендовал сделать КТ с контрастным усилением, для уточнения этого момента. КТ с контрастным усилением. КТ с контрастным усилением. КТ с контрастным усилительным усилением. КТ с контрастным усилением. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok